Всем привет! Это возвращение в зону. Ой, скажи, вот это у меня понесло. Вот это у меня активировалось что-то в голове. Какое возвращение в зону? Кто меня видит? Это не возвращение в зону, это сталкер, последний выживший, дед Эйр. Не пойму, всё равно видит. Походу баг какой-то. Ну ладно, не страшно. Последний выживший. Мы с вами направляемся сейчас в сторону завода, янтарь. Возможно, тут удастся пару нычек обыскать. Если не получится, то, к сожалению, будем резерваться. Обратно на агропром. Там есть нычка. Обыскиваем её с агропрома на свалку. Со свалки в бар. Из бара уже на верхней локе надо потихоньку идти. Вот только куда? ТБшки-то до сих пор нет. То есть радиацию я буду хапать только так. С зомбиков, как всегда, ничего не падает. Это, как известно, база. Там была рода. Здорово. А, это ты? Ты меня не боишься? Ладно. Тушканчик убежал. Собака померла какая-то. Соряки смелые. Ещё кто-то там продолжает бежать. Так. Это что было? 5 пси-излучения? Кстати, у меня с хпшкой проблемы. Так, надо армейскую, короче, использовать. Давай. Потому что это уже не серьёзно. В смысле? Нет, всё-таки контролёр, я понял. Это контролёр подходит и из-за этого у меня галюные. Надо уходить. Потому что я не вывезу. У меня пси очень говёная. Ещё в аномалию попал. Не, походу ему зовут янтарь-то необычным. Плюс это или минус, думайте сами. Но я могу реально умереть просто-напросто. Нифига его шатает. Опять же смотрим. Всё равно его жёстко шатает. Это я ещё и курнул. Слушайте, ну я вообще на самом деле тоже бинокль в руках держал. У меня есть бинокль. 10х, по-моему. Но меня так не трясёт. То есть вот так вот со стороны в сторону. Это даже не на дыхание похоже. Я не знаю на что. Ну в общем, суть уловили. Я туда не иду, потому что там контролёр. Он меня может убить. Очень легко. У меня пси нет абсолютно. Имейте это в виду. То есть две палки, это ничто. Рисковать. Ну давай попробуем. Сами понимаете, я тонул. Нет. Потому что если мы попробуем и у меня не получится, то это конец прохождения. Я хочу хотя бы до верхних лог дойти и там загнуться от роды. Но это будет хоть какой-то логичный финал. Что вот, главный герой за всё время не нашёл ТБ и... Чё с деревом? Оно шевелится. Во. Это видимо на дерево повесили такой эффект, чтобы он как бы шевелился от ветра. Но почему на лежачих деревьях такой эффект? Это останется загадкой. Мы ещё в ту сторону, правда, сходить можем. Заводоинтарь. Вроде как вот тут, кстати, есть тайник. Но тут же радиации должно быть много. А нет, тайник, а нет. 241 роды. Я пока всё ещё живу. Кстати, ХП не так быстро уходит, как казалось бы. Ой! В смысле? Я вообще тут могу пройти? Вот я не понимаю вот этот индикатор обнаружения. То есть, периодически меня всё-таки кто-то видит. Потом это пропадает. Потом появляется. То есть, как это возможно вообще? Если бы это был какой-то мутант, он бы уже ко мне наверняка подбежал. Может меня типа видит косвенным зрением контролёр? Может быть. Можешь, кровосос за мной бегает. О, кабанчики. Вижу зомбиков. Куда-то прутся. На озере, кстати, тоже должен быть тайник, но туда уже не вариант идти. Какая-то получается серия, где я боюсь куда-либо сходить. Нихена радиации! Ну и в общем, остаётся только покидать локацию. Больше никаких нычек я не знаю. А те, что могут быть там на возвышенности, скорее всего, супер радиоактивные. Моя нычка. Что мне тут нужно? Да вообще всё. А ну-ка, взять всё. Всё могу унести. Ну и значит понесли. Это, в общем-то, всё добро, что я нашёл на этих локациях. Кстати, говорят, что тут лежат инструменты для калибровки. Это правда. Они действительно тут лежат. В подземелье агропрома. Но дело в моей броне. Она не вывезет там. Вы сами видели. К сожалению. То есть, ну вот такая ситуация складывается, что у меня нет подходящей брони к текущему этапу игры. Когда я играл в ванилу... Бежал за мной кто-то. Слушай, я это ещё и курнул, а всё равно его... Ой, ё-моё. Так вот, когда я играл в ванилу, у меня практически всегда к этому моменту был костюм ТБ. Ну, может, у меня какие-то искажённые воспоминания, да? Прямо сейчас зайдите, посмотрите второй сезон прохождения, последний выживший. Он на ваниле снят. И вот у меня сейчас какая серия идёт? Ну, в общем-то, неважно какая серия, но к какому моменту у меня, в принципе, появился ТБ. Кто-нибудь посмотрите, он чисто из интереса. Почему-то у меня в голове, что в ваниле всегда намного раньше у меня ТБ появляется. Ну, может, вот такое вот невезение у моего героя в этот раз. О, нормальный комплект приготовления пищи. С рандомного зимбика подобрал. А я тут что-то пришёл в депо. Мимо прохожу, а тут куча народу. Вон ещё один сидит. Ладно. Как мы видим, с них периодически тоже добро падает. Вот это вообще РПК, ни много, ни мало. По килограммчику у меня уже перегруз скоро будет. Ну и бронька маленько покосана. Ну и получается, что наверх я уже тоже лезть не буду. Искать булыжники эти, или как они называются? Обломки металла, металлолом. Короче, артефакт, который даёт килограммы. Потому что моя броня не выдержит радиации. Сразу же нужны тогда контейнеры, в которые класть их. Потому что они радиоактивные. О, Смург, нифига себе. Кто жив? Здорово. Ё-моё, сколько их. Ты посмотри. Что делать? Так, ну всё, остался один. И два патрона. Тихо-тихо-тихо, ты подожди. Ну, блин, придётся бить молотком его. Опа-опа, я его даже ударил, кстати, неплохо так. Да иди, шар отсюда! Смотри, какая крыса прибежала, а! Он, кстати, кровью-то истекает. Всё? Нет, ещё не всё, меня кто-то видит. Жесть какая-то, а, понакинулись. Что, опять повредили всё? Да, 88% снова. О, патрончики, пожалуйста. 9-18, правда, не особо мне нужны. Но хотя бы что-то. Жареная рука снорка у из дома. Вообще, на фоне чего он сфоткан? Какая-то странная комната, где это? Ну, ладно, не так важно. Чего там, кто там? Нога, ну, стальную пряжу, кстати, можно отсюда взять. О, 762 старый. И аптечка первой помощи. Вот так вот. И представьте, опять же, с каждого второго-третьего падала снорка так в ваниле. Вот так вот. То есть, что у нас там пачка? Это 60 патронов, ё-моё. Так теперь можно будет с этим калибром поиграть. Только автомат нужен. Ещё, уху-ху-ху. Не, теперь точно. Неплохо тут они так подспавнились. Ну и меня кто-то опять видит. Кто? Патроны, кстати, нормальные заканчиваются. Так, а тут у нас есть, между прочим, что-то. Ну, значит, будем чинить сферу 0.8. Как бы, а что ещё остаётся делать? Для этого нам нужен набор для ремонта боевых шлемов, который у нас тут есть. Интересно, можно ли инструменты использовать как доп при ремонте шлема? Было бы прекрасно, кстати. 55 плюс 12. А ну-ка, что тут ещё есть? Плюс 11. Это кто? Не, сетку не могу потратить. Модуль противооблучения. Ну, кстати, один можно слить. Ну, потому что он фигнял, не стакается. Вы это видели все сами. Какой у меня? Это 76% эффективности, а это какой? 99. Давай сделаем вот так вот. 76% настаиваем и его реально используем. Ну, а чего? А где он? Он пропал, кстати. Представляете, пропал. Ты же только что вроде его оставил. Ну, ладно. Нормированный брезентовый лист можно потратить. То есть, 55 плюс 18. Сколько? 73 будет. Это уже можно чинить. А, вот. Ну, кевларовые пластины. Подожди, это же они у меня стоят. Вот он, модуль противооблучения. Далеко сидел. 9. 21%. 76%. Так, ну, 75. Это уже можно вычинивать вот такими всякими наборами. 70% правильно? Правильно. 76. Конечно, надо стараться чинить вот такими приколами. 88. Ну, уже можно и так дочинивать. Причём, видите, 88, тут 89. То есть, какая-то система немножко всё-таки... Не совсем для меня понятно, как это работает. 89 плюс 10, пожалуйста. Так, ну, допустим, шлем у нас вот такой вот. 98%. У него очень хорошие защитные характеристики, если так посмотреть. Броня H29. Надеваем. Ну, броня значительного. Ну, о, да. Кстати. Худ есть. Пишите. Может, выключим его, если напрягает. Выросли, конечно, защитные характеристики. Защитные. Особенно, если надеть обратно вот эту вот тему. Я не знаю. Может, она всё-таки какие-то проценты даёт там защитные. В теории. Так у нас, блин, почти полностью. Всё равно нам нужен замкнутый систему в идеале. Так, а сюда мы что можем взять? По-любому надо вот этот брать АКМС. Он уж очень хороший, мы будем его использовать. Значит, смотрим, какие наборы под него используются. Вот, для винтовок есть один. Ну и всё, для винтовок только один репкомплект, к сожалению. Больше нет. Ну, в целом, как видите, он хорошего качества, 58%. Сейчас всё открутим. АКМС. Хотя вот на СВТ тоже свои приколы. Ну ладно. Выправление ствола шептало ударника. Ух, тут всё сломано. Я вот так и не понял, что эти цифры значат. Типа степень износа, какую они дают, или как понять? Ну, не знаю. Допустим, выправление ударника плюс оружейные запчасти, которые аж плюс 10 дают дополнительно, применить. Ну, здесь, конечно, очень много всякой фигни. Очень неприятной. То есть, в идеале нам нужно такой же скрафтить. Набор инструментов для винтовок, опять. Вот он, для винтовок. То есть, тут нужна промышленная смазка. А у нас её, скорее всего, есть. Ха, скорее всего, есть. Хорошо, что ещё есть куча наборов вот таких вот оружейных. Это очень важно. И вот такое вот он ещё хочет. Тоже целых 9 штук. То есть, скорее всего, мы сейчас что-то сможем вычинить. Опять выправление шептало. Опять оружейные запчасти. Чиним. Ну и выправление ствола. И, как видите, всё равно ещё осталось. Изношенная боевая пружина и треснутое цевьё. Чем это вообще, в принципе, чинить можно? Вот этим вот набором? Нет, тут ничего уже чинить нельзя. Здесь нужен уже набор для винтовок другой. Ремкомплект именно. Для винтовок. Это вот такая бадья. И её у меня как раз нет. К сожалению. Ну то ладно. Это можно будет унести с собой. И где-то там что-нибудь пришить. Так, ну и я уже перегружен, кстати. Можем сделать ещё один комплект приготовления пищи. Вернее, два. Какая же красота. Жизнь налаживается. Ну, кроме брони. Она не канает для этих мест. Уже вот такой замечательный автомат. В смысле, я только что... А, я понял. Так, по радиации что? 228. Тут есть костёр? А, тут костра нет. Значит, туда пойдём поспим. Ну, в теории, опять же, я должен теперь лучше держать радиацию. Как оно будет, посмотрим по факту. Мясо есть какое-то? Есть. Аж 5 мяса плоти. Ё-моё. Ну, у меня ремкомплекта всего 5. Поэтому ещё одно мясо плоти берём. Все это сейчас готовим. И в плане пропитания у нас всё прекрасно. 5 антирадов. Куча мяса. То есть у меня одно сало есть. И ещё 5 сейчас будет. Ну, давай потихонечку готовить мясо. Все свои 5 кусков. В общем-то, всё. Всё приготовлено. 6 кусков сало плоти. 2 куска. Стейк из кабана. Предлагаю сейчас захавать антирады. И следом же стейк из кабана. Кстати, он всего до половины восстановил. Ну, чуть-чуть, может быть, меньше, больше. Так, а тут на сколько? Сало плоти. 102 радиация. 147 насыщения. Наверное, сало плоти тоже было бы неплохо вкинуть. 205 рады. Всё, она должна падать, по идее. Опа. Опа. Вы слышали? А вот я слышал. Например. Придётся куда-то прятаться. Опа. Кровосос, что ли? Ну, я слышал кровососа. Рёв его. И меня кто-то видел. Радиация вывелась? Да, отлично. Вся рада вывелась, значит, сейчас получится поспать. Что там? Ну, там какая-то гуманоидная фигура была. Я не разглядел, какая именно. Думал, что кровосос, но нет. Меня всё ещё кто-то видит. Опа. Всё, точно кровосос. Ну, смотрите, тогда как мы с вами поступим. Сейчас он, по идее, сюда должен прибежать. Чё? О, он забежал сюда и нанёс анимацию удара. Меня же там уже не было. Зачем ты это сделал? Ты странный, Билли. Ну, давай мясо с него добудем. Пригодится может. Всё, радиации ноль. Голод полный. Опять меня кто-то видит, блин. Ну, ладно. Попробуем уже успеть поспать. До часов семи, как обычно. Уже вечереет. Поспал. По голоду. О-о-о-о. По голоду прям неприятно. Ну, слушайте, наверное, ещё раз придётся антирад потратить. В любом случае. Чтобы захалывать антирад. А, я выпил энергетик случайно, я понял. Причём мне вообще ничего не дал, как видите. Так, антирад раз. Хотя, блин. Не надо было это делать. У меня же есть два хлеба. Ну, опять стоикс кабана. Сало плоти. Ну, давай. Я знаю, что это сверхкалории. Но, позволим себе. Хлеб оставим. Можно было хлебом добить. Но хлеб, пожалуй, на будущее оставим. Когда реально пригодится. Всё, радиации ноль. Она вообще не растёт. Голод полный. Энергетик есть. Всё с кайфом. Ах, чувствуете этот запах? Свежести. Утро. Семь часов утра, как-никак. Вороны что-то летают. Ты давно тут лежишь? Или ты свеженький? Давно, наверное. Значит, сейчас берём всё добро. И идём в сторону бара. Там нам с вами, возможно, стоит зайти на дикую территорию. Что-то там посмотреть. Ну, и предварительно забрать что-то отсюда. Но дело в том, что мы далеко не всё сможем забрать. Это факт. Ну, как будто бы патроны стоит забрать в первую очередь. Всякие разные. Для этого же автомата банально. Дробь, жекан. И я уже практически на перегрузе. Конечно, можно ещё убрать дворуб верблюжий. 84 килограмма прибавилось. Кстати, только ограничитель есть прикольный. Минус 1 килограмм, 2 выносливости и 12 электрозащиты. А тут как? Минус 2, 3 выносливости. Хм. Ну всё, по порядку. 37 пачек патронов. Таких вот. Но из них как будто надо именно патроны крафтить. Тем более, они дают максимальный перегруз. 86 кг. Берём. И, наверное, крафтим патроны, правильно? Только какие? Под этот автомат? Ну, скорее всего, под этот. Потому что 5,45 у нас неизвестно, когда будет. Стреляет он 7,62 на 39. 7,62 на 39 именно старый. То есть других не получится в любом случае сделать. 5 патронов за 1 крафт. Ну и тратится 3. Соответственно, 39 делим на 3. 3 равно 13 умножить на 5 равно 65. То есть получится сделать 65 патронов. Ну так-то неплохо. 7,62 на 39. Старые. Правда, долго крафтить придётся. Вот эту анимацию заново проигрывать постоянно. Кто ко мне пришёл? В гости. Я вас не звал, ребят. До свидания. Техническое руководство. Ничего особого. Лист, рука, понятно. Ну всё. Сейчас крафтил. Вот они. Пятёрки. Вот 61 пачка. Ну ещё 5. Как и планировалось. 65 патронов. Очень много. Куча пачек патронов. Но опять же, тут дочинить надо в любом случае. Наборчик там один скрафтить. Чтоб всё это у нас было в отличном состоянии. Две ходки как бы делать не хочется. Понимаете, в чём дело? Ну вот, по-любому надо швейный набор забирать. Хочешь, не хочешь. 84,2. То есть уже почти перегруз. Что мы можем убрать? Ну именно можем. Ничего. Гранат маленько подскинуть. В целом, такие ремноборы всякие. Они нужны. Хочешь, не хочешь. То есть в любом случае две ходки надо будет делать. Давай, наверное, так и сделаем. Сходим просто тут до Запорожца. Всё скинем. Потом вернёмся. Ну и вот так вот будем постепенно туда-сюда ходить. Ну потому что слишком много нужных именно вещей тут лежит. Потихонечку, я думаю. Видели? Кусок скелета упал. Там кто-то попал, взорвался и... Да. Короче, много частей. Всё это надо переносить потихоньку. На броню, к сожалению, не повезло. Тут уже ничего не поделать. Ножик, наверное, надо подзаточить прибором. Точилкой своей. Боевой нож. И стальную пряжу использовать. Что-то по уши было. Вот я об этом говорю. Запорожца. Просто банально сюда. Скидывать. Тут, конечно, своего добра какого-то хватает. Вон, а баканчик есть. Но пока давай сюда. Всё, скинул. Добро, идём обратно. Итак, потом отсюда две ходки на блокпост. С блокпоста в бар сам непосредственно. Ну, хоть какая-то у нас история развивается. И то хорошо. То есть, как-то мы что-то продвигаемся. Ну, конечно, как я буду защищаться от радиации на верхних локациях. Я пока что вообще не приложу ума. Только, опять же, если нам повезёт и выпадет ТБ. В таком случае, да. Что-то ещё там возможно. Гранат целая куча. Я их вообще не использую. Опачки. Кошаки прибежали. Кстати, сейчас не шатает особо так прям сильно. Даже если вдаль целишься. А, кошаки нападают на собаку. И тут же на меня. Вам совести хватает? Так, ну, в принципе, смотрите, что я оставляю. То есть, я старался всего взять. Да, у меня куча гранат. Который я почему-то не использую. Поэтому, я думаю, я думаю, их тут оставить. Куча всякого другого. Батарейки, например, не нужны. Уголь взять. Вот эти вот уколы для заживления ран я не использую. Что ещё? Запчасти электроника оставляем, потому что тонкой работы у меня нет. Не предвидится. И не знаю. Всё равно там ничего я бы не стал крафтить с тонкой работы. Там, типа, модули всякие прикладные. Я бы титановую сетку вкачал. Если она возможна, в принципе. Потому что титановая сетка, это супер гуд. Для инструментов, не для инструментов. Всякие наборы я взял. Шлем фигня. Ну и всё. Ну, единственное, что я хотел, вот эту, конечно, пушку взять. Ну, давай возьмём. Это будет единственное, что я возьму. И то я уже всё. Уже не могу идти. И тут надо бы что-то убрать по кило. Гранату. На 600 грамм весит. Да, и одна граната 600 грамм, по-моему, весит. Правильно? Да, 600 грамм. Пусть оно там лежит. Теперь дорога в бар. К нычке центральной. Где я всё разложу. Подумаю, покумекаю. И мы с вами уже хотя бы попытаемся сходить на дикую территорию. Опа. Выброс пошёл. Звук, конечно, какой-то странный. Прям в эту атмосферу не вписывается. Найти укрытие. Ну, погнали. Надеюсь, до бара успею добежать. Чтоб там поковыряться в ящике. Фух, слышали удар. Надеюсь, что тут можно переждать выброс. По идее, можно, я же в доме. Всё, сидим. Так, вроде кончился выброс. Позже, а тут у нас до сих пор перекрыто. Или нет? Ха, смешно теперь, конечно, смотреть на то, что у меня тут лежит. Просто какой-то ужас. Тут у нас, значит, патроны лежали. И всё такое. Тут в ящике всё, что связано с починкой. Ё-моё, и тут нет оружейного именно, нужного мне сундука. Ну, что ж ты будешь делать? А тут у нас с едой связаны вещи. В этом крайнем ящике. Тут куча энергозов, кстати. Вообще ужас. Ну и прочие хрумки-нямки. Пойдём затем вернёмся, барахлом. Всё, одна полоска осталась. Это получается шлем режет, да? Ну-ка, если его снять. Да, шлем очень сильно режет, тоже выносливость. Хотя у него написано... А, ну да, удобность-то и низко написано. Ё-моё, я забыл про этот параметр. Да, из-за этого выносливость режется. Конечно, можно его сейчас снимать. Смотри, как мы низко выносливость тратим. Сумеренно. В таких условиях, наверное, можно его снимать на таких локациях. Ну, или конкретно вот в этом случае. Что мне нужно добежать до Запорожца, взять и вернуться. То есть тут окей, можно снять. А в целом, конечно, его надо носить когда-то наверх. Но это, конечно, жесть. Всё это, блин, дебафает выносливость. Как тут жить, как бегать, непонятно. И опять же, с костюмом не повезло. Вот в чём проблема. То есть, ну, как бы с одной стороны повезло, а с другой нет. Даже этот костюм уже не выдерживал на Агропроме. А теперь прикиньте, что будет там на радаре где-нибудь. Если я сдохну и спопилюсь моментально. 360 патронов, видели? Это жесть какая-то. Остальное оставляем. А хотя вот это наше. Во, теперь тоже. А, ну и теперь я перегружен. Понял. Шлем, что ли, нацепить? Ну, помимо шлема надо что-то выкинуть. Калашурку взять. Да, теперь могу идти, но... Вносить будет кончаться только так. Ну что, наконец-то дошёл. Фух, ещё скидываем патрики. В принципе, скидываем всё, что есть, чтобы привести инвентаризацию барахла. Ну, в целом, получается как-то так. Это барахло. Это конкретно патроны. То есть тут у нас больше ста. Тут у нас вообще бешеное количество. Четыреста, почти пятьсот патронов суммарно. Ё-моё. Тут, опять же, не хватает ремнабора, только определённого. Которого у меня, к сожалению, не оказалось. Ни тут, ни где бы то ещё. То есть его надо находить. Пока продолжаем играть с дробовиком. В планах идти на дикую территорию. Посмотрим, что и как там. Как нас вообще зона там примет, не примет. Не будем думать. На этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на плейлист находится в описании. Всем счастливо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok